Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Новая игра Инуты. Это коренные жители Аляски. На протяжении тысячи лет успешно проживает в одних из самых сложных условиях на Земле. Вы знаете больше об инуитах с помощью разблокированных эскурсов в культуре. Окей. Я расскажу тебе старинную историю. Я слышал ее от Носкоса, когда был еще совсем маленьким. Говорят, что далеко отсюда жила одна девочка. Девочка обожала охотиться. И повзрослев, уже не было что-то там. Я на картинку смотрю, мне текст неинтересен. Я хочу посмотреть интерпликацию. Не видно, что она типа охотится. Она сама этого. Одна что началась с сильной метелью. За ней пришла еще одна. И еще одна. Короче, несколько метель было. Жители деревни больше не могли охотиться. Ему угрожал голод. Почему? Но девочка задумалась. Что же было причиной такой метели? И решил найти источник метели. Четыре. Не знаю, что ты бы помолил. А, то есть. Давайте будет смотреть, почему бы нет. Живой народ, живая культура... Среди прочего, многие необычны понять, что мы не какой-то музейный эксперимент. Эземпляр. Иннуиты живут народ с живой культурой. Хотя мы и живем на Северной Аляске, охватывая огромную территорию от Нома и до самой канадской земли, все это дело в огромном значении для нас взаимосвязей и взаимопониманий. Наш народ — общество охотников, общество собирателей, который живет тысячи лет. Вот что значит нашу культуру. Особое значение между людьми, миром природы и животными, которые учат нас, как построить общество, не нанося слишком много вреда миру. Любовь и уважение к природе, друг к другу, к старшим. Главнейший фундамент целленности. Ключ к жизни. Наши ценности — вот что связывает нас с другими. Возможно, то, что необходимо делиться важным духовным взаимодействием и связи с землей. Наши традиции — то, как мы охотимся. История песни и танцы. Я инуид. Я с северного ледовитого океана. Я инут. Для меня это очень важно. Вот кто я. Вот какой человек. И мы гордимся этим, кто мы и хотим, чтобы все этим продолжало жить. А оказывается, здесь даже такое, ребятки, есть. Неплохо. Хорошо бы послушать историю. Ну, ладно, поехали. 24 рассказа у нас будет с вами. Мы были заняты целыми днями наполёт. Просто просыпаешься и немедленно берешься за работу. Сразу же. Заня всегда есть с чем. Без них не приходится. Одохнуть можно было лишь после еды и перед сном. Кто-нибудь из старших мог просто лежать, отдыхать и вдруг сказать, что, ну, хотя бы сейчас послушать какую-то историю. И затем, как-то само собой, кто-то мог просто начать рассказывать историю. Повествование для юнитов очень важно повествование, так как оно позволяет не только создавать чувства общества, но и передать мудрость следующим поколениям. Это было как телевидение. Ну, вы понимаете? Слушать историю было ничуть не хуже, чем смотреть кино. И рассказывали всё как выразительно, что повествование было таким же захватывающим, как блокбастер какой-то какой-нибудь. Нам рассказывали истории, они были полны знаний и традиций, такого, что надо знать для жизни. И это касалось всего не только поиска еды, выживания или благосостояния, но и важность общаться с людьми и необходимость приносить пользу своей общине. Все мы создаём истории. Мы все живём в истории. Все мы рассказываем истории нашим друзьям. И они должны быть рассказаны. Они должны быть услышаны. Так, надо попить водички. Хорошо, пожалуйста. Кровь. Сюда. Не надо мне вымазывать пледик. Спасибо за понимание. Так, ладненько. Резьба по костям. Поехали. На кости по костям. Резьба – прекрасное искусство. Для него мы используем китовские усы или… Резьба традиционно использовалась, чтобы записывать историю. Каждый вырезанный сюжет рассказывает о каком-либо событии. Тот, например, охотится на оленей. А примерно в это время началась война. И получается резьба – нечто вроде исторической хроники. Старейшины или режщик должны были уметь прочесть историю на резьбе. Это в некотором смысле похоже на чтение книги. Многие традиции рассказывали основанно о том, что после завершения повестного мания жизнь истории зависит от следующего поколения. А результат был способен записывать свои истории у коренного народа Аляски. Нифига себе. Неплохо. Типа, видите, нас как-то посвящают. Метель не ослабил вала. Но оригинальный язык я слышу. Алясочный. Не стоило девочке немного пройти. Как и вернуться? Поехали. Как и насолкнулся с реальной проблемой? Окей, белый медведь. А, ну? не сниматься смерти нас просто разодрали это тактика borderline со передвижение прыжками медведя нет медведя нет медведя нет медведя нету это всего лишь история вот за мной лисенок идет я смотрю мишка отпусти меня так это вода я понял пипец вот так если реальный медведи такие же были ну это собачка беленькая так играть в режиме совместной игры если у тебя есть второй контроллер нажми а чтобы продолжить в режиме одиночный нажмите кью она была она бы умерла если бы была одна подумать только какие повезло а то есть ясно а если за питомца девочка за мной за питомца лучше играть погода все не прояснялась за одну метелью начиналась другая робот клевет наскур так а что смотреть алло что смотреть они предлагают мне там да так как собачка лисенок она никому никогда не так говорила описи это было необычный писец и полярный писец давайте посмотрим но как лисенки детстве моего дедушки был ручной писец если подружиться с писом она постараться уберечь себя от беды когда рядом будет опасным он постоянно чем-нибудь захватывает на избалованных детей если вы выпустите он начинает резвиться в снегу и высоко прыгать и сразу было понятно что он счастлив он мог подержать чем подбежать прыгнуть мне на грудь спиц ног и облизать ли лицом а из-за всех сил старался вот ими я запомнил дедушки на выручном писан хорошая история блин прикиньте такого наташка кошак ну девочка у нее какие-то анимацию рук такие прерывистые дерганы ясно короче мне придется за двоих сразу играть почему она сама не могла залезть давай 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 беги быстрее так сохраняем прошу просто понимаете как писец какой-то степени он быстро передвигает олени карибу и одежда а короче олени карибу были они обеспечивали нам много чем раньше у нас все одежды шили из олени шкур я где заносила олени штаны руками яйца а еще было матрасы одеяло и много чего другого некоторые носили обувь из волчьей шкур на геню шевский шоу подобный белья не то что из вас как честно и мечтали стыка то скотра и некоторые сохранили ноги однажды из олени шкур самое лучшее мы добавили несколько год однолетних чтобы обеспечить себе верхнюю нежу без суровых земных условий мы добавили оленей в феврале или в это время шерсть у них самая теплая и мы использовали добытые для изготовления зимнего снаряжения если одеться на себя можно спокойно спать на улице при 50 минусовой морозе и и ну помогал избавиться от холода слишком много я понимаю что это типа я осознаю тот факт что это типа люди раз к очень упал девочка поняла что будучи друг другим песцом по я зарядила живет духи помощники как прекрасно найти помощники но я смотрю что песец как-то создает волны усилы из души слово сила означает погоду так же это слово означает атмосферу а еще и слово ну на что означает земля обозначается все землю луну солнце и звезды это сила все это обладает духом и мы честно с осознанной силой себя усилы из душа и на семьи животные ведут себя точно так же как я веду тебя мы люди я думаю что именно души помощники и связаны с миром например могут быть духи помощники в виде птиц показывающих и домой или духи помощники решающие показаться в обличии человека место обличия животного и и мне кажется самое главное хотя это трудно понять нет единственной правильного взгляда на все и единственный способ что то поднять мы всегда понимали духовность всего этого что существует вокруг нас это взаимосвязь между нами воздухом океаном который дает нам свой погас его сисфер это реками тундра и животными отдыхающими на нам совсем этим это касатка на самом деле лучше девочка играет так как тогда мы будем нормально видеть экран так нажмите а нифига тут паркур паркур новое движение девочки девочки и посетов избежали многих неприятностей не знаю каким образом но если они нашли дорогу домой так я просто думал я лучше подождю потому что снег я вижу идет не надо чтобы меня снесло она сносит я смотрю так давай быстрее бесец мой у нас типа немножко сносит ветром но так все нормально о паркур да пошел и 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 Мой отец расставил ложки, мы проводили там весь день. Кормили как следует, а на следующий день мы отправились на новое место. Мы наведывались к сестре, у которой был в маленьком домике из дерева. Нам не нужно было ничего. Мы просто гостили там. Мой отец и его сестра были рады видеть друг друга. Они вели долгие разговоры, пока мы, дети, играли на улице или спали. Когда мы возвращались домой, отец мог оставить нас у нашей тети или моей бабушки. Затем он снова отправлялся в путь, чтобы проверить расставленные ловушки. Мы не работали от звонка до звонка. Мы ходили в абсолютно другом современном смирении и жили по экологическому времени. Так и о ловушке. Я думал, покажут ловушки хоть какие-то. Хоп. Хоп. Так, пойди, здесь тоже будет ветер. Так, пойди, здесь тоже будет ветер. Наверное, из минусов то, что девочка сама не может ни хера сделать. То, что из-за нее должен, типа, залазить, а не за писан. Хотя, мне кажется, за двоих играть было бы намного быстрее. Только вторую игру, которую играл за писан, бы убегал. Пожар. Кто-то напал? Девочка вернулась в деревню. Ну, произошло нечто ужасное. Пока девочка не была, там появился ужасный человек. Он что-то искал. И ни перед чем не останавливался, чтобы найти это. И вактане. Деревня была полностью разрушена. Местные были про... Говорят, тогда от каждого порыва ветра рыхлый снег разлетается повсюду. Ну, слушайте, я не знаю, сколько здесь. Давайте я на этом остановлю. Да? В следующей серии продолжу. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока. Пока.